Супрацовники Комитета судовых экспертиз означали профессийное свято. Это добрая нагода, чтобы подвести выники и окреслить перспективы развития. За минулый год гомельские специалисты выполнили около 42 тысяч экспертиз. Больше, как полов из них медицинские. Регулярно проводятся химичные и криминалистичные. Об достижениях и планах на будущее доведалась Вероника Гамзюкова. Одним из самых важных нововведений в минулого года у Комитета судовых экспертиз называют «Дружелюбный детям покоя пытанне». Для неполнолетних, которые стали светками злочинствам альбо потерпелыми. Подобных покоев у структуры Комитета на территории Беларуси у всего два – у Центрального аппарата и у Гомеля. Летость тут провели 19 гуторок. В этом году – 13. Правоохолники складают спис пытанню и передают психологу. Специалист знакомится с детьми, наладживая контакт. Затым проходит гуторка, которая фиксуется на камеру. Эту запись передают следшим теми лицам. Если он где-то пытается переключиться или устал, мы даем эту возможность. Бывает, что дети не сразу идут на контакт, потому что есть ситуации тяжелые, действительно, где требуется время, и никогда не можешь предугадать, сколько будет длиться этот опрос. Если ребенок не вполне осознал, что с ним произошло, и воспринимал эту ситуацию как игру, то все проходит значительно легче. Если ребенок уже понимает, что с ним случилось, и плюс, возможно, какие-то такие есть моменты воздействия со стороны эмоционально значимых лиц, я имею в виду родителей или близкие родственники, то тут может все пойти, конечно, труднее. Ясчадин ключовый на прамок работы установление соправдностей вин-нумаров авто. У насельництва эта экспертиза самая запотребованная. Только за три месяца этого года их проведено около 200. До речи, именно такое доследование допомогло у раскрытия гучной справы с краденными авто. Трое гамельчан на протягу омаль трех годов перегоняли элитные машины из России и продавали их беларусам. Яны подрабляли не только по шпарты транспортных сродков, а и переваривали вин-нумары. Документы не адрознивались от оригинала. На их были малявничая волокна и оховная сетка. Але при глядзе эксперты усталявали невыразность колероперодачи и особных дробных элементов. Регулярные эксперты проводятся химичные экспертизы. У ГЭТМД помогает сучасное обсталявание хромата масс-спектрометр. По управлении по Гомельской области усяго два такие аппараты. И еще один в Мазырском подразделении. Эксперты лабораторы круглосуточно находятся у боевой готовности. Супрацовников судэкспертизы могут выкликать на працу у любый час. Анализ проводится около 40 хвилин. После чего анициатор отримливает готовое заключение. Хотелось бы отметить, что многие наши эксперты повысили свою профессиональную подготовленность, получили высшие и наиболее высокие категории. Это отмечает их профессионализм. Достаточно сказать, что в прошлом году экспертами не допущено ни одного ошибочного либо измененного вывода. Это основной наш показатель качества нашей работы. Наш лозунг качество и оперативность. Мы следуем ему, соблюдая, конечно, самый главный принцип объективности. У ближайший час в управлении комитета по Гомельской области з'явятся новые виды экспертиз лингвистичная и культурологичная. А у подразделения у Мазыры товарознавчая компьютерно-техничная, пожаро- и аутотехничная экспертизы. Вероника Гамзюкова, Игорь Марышенко, телерадио компания Гомель.